всем привет сегодня мы готовим блюдо на казане в общем я немножко бороду отпустил отрастил все думают что я чечен но я русский парень все тот же самый александр вот взяли мы для этого блюда не знаю как называется я в интернете это блюдо увидел решил приготовить сегодня к нам приходит в гости мой шурин от моей супруги брат и как бы надо чем-нибудь таким вкусным угостить и вот решили что-нибудь приготовить взяли картошки примерно на вес 22 с половиной килограмма запросто лук тоже на глаз взяли побольше можно еще больше кому как нравится пару килограммчиков свинины помидоров тут тоже наверно 6 таких средних помидорчиков чеснок ну и приправы черный перец красный сладкий и соль подсолнечное масло добавляем подсолнечного масла так сперва высыпаем чесночок пускай стика обжарится достаем наш чесночок и можно от него уже избавиться он нам больше не понадобится мы поэтапно будем обжаривать картошку до золотистого цвета потому что если все закинуть это превратится как бы кашу больше чем в обжаривание пока у нас обжаривается картошка мы быстренько замаринуем наше мясо для этого мы взяли черный перец все легко и просто перца мы добавим побольше так красный сладкий выходит прям еле-еле мы сразу так откроем так вот соли и возьмем немножко кориандр вот все тщательно перемешиваем мясо мы замариновали сейчас идем заниматься дальше нашей картошкой достаем нашу первую партию картошки красивая она у нас стало все конечно это занимает время это не быстрый процесс но главное чтобы было вкусно закидываем вторую партию нашей картошки казан это природа казан это спокойствие когда ни о чем не думаешь концентрируешься только на казане на том чем ты занимаешься что ты готовишь отключается все посторонние мысли ты становишься спокойнее вкладываешь в это буду свою душу кусочек души и потом а все получается как положено мы пожарили нашу последнюю партию картошки достаем теперь закидываем мясо обжариваем тоже партиями потому что если все вместе закинуть будет не совсем так как нужно а Обжарили мы Немножко мяса Крепко обжаривать не надо Потому что она потом будет такое дубовое Достаем и закидываем вторую партию Последняя партия мяса поджарилась Хорошо пахнет Казан это хорошее дело Я представляю сейчас немцы соседи Они наверное чувствуют этот запах Думают нифига себе Что у них там готовится Итак С маслом у нас нормально В принципе может было поменьше конечно Но пойдет Вылаживаем нашу картошку Казан Равномерненько Следом идет мясо Вылаживаем помидорчик Равномерненько тоже все должно быть Красивенько Чтоб глаз радовался Конечно немецкий помидорчик Это не то что в Казахстане В России Нет такой сочности Нет такой мягкости Нет такого вкуса Когда ничего другого нет Пойдет и такое А запах то идет Вот это запах Запах всех запахов Так у нас помидор не был посолен Поэтому мы его слегка посолим Поперчим Не переборщить И следом идет лучок Лучок я сперва один слой выложу То есть одну часть лука Смекай его подсолю И потом уже следующую часть Вот так все красиво получается у нас Чтобы у нас картошка не подгорела снизу Мы немножко Ну я не знаю Пол литра наверное Добавим водички Кипяченой Кипяченой Примерно минут 30 тушится Потом придем Помешаем И еще некоторое время Пускай потушится И блюдо наше готово Прошло 30 минут Мы перемешиваем наше блюдо Так чтобы картошка снизу Которая находится Попала наверх А лук более-менее на низ Красиво? Очень даже Это что-то дело Действительно Красота Перфект Ну и теперь Еще минут 20 Теперь потушится На слабом огне И будет в самый раз Надеюсь Не зря ты казанок купил Да Действительно Какой запах Даже перчиком дает О, перец мы всегда сыпем Наше блюдо готовое Мы достаем Смотрим Что, красиво? Очень Так Красиво, блин Это красиво Офигительно Куда-нибудь бы крышку нафиг Чтобы ее в руках не держать Кому что интересно Чем заниматься Вот я вот сейчас это снял И мне будет интересно Именно заниматься Видео Именно как Его Резать там Подгонять Музыку там Для нее продуцировать Это программка Ну, картошка немножко развалилась Ну, я думаю, что Мне наоборот нравится Когда разваливается Картошка Чем-то все Ну, не будет Я не буду Продолжение следует... Продолжение следует...